В сутках 24 часа. В каком часу нужно начинать поститься? И когда нужно прекращать пост? Поговорим об этом. Началом поста является рассвет. Рассвет – это наступление времени утреннего азана, наступление времени выполнения утреннего намаза. До рассвета дозволяется есть, пить и совершать все другие действия. После наступления рассвета необходимо начать воздерживаться от совершения всех действий, которые аннулирует пост. Аллах говорит в Коране «Ешьте и пейте, пока не прояснится для вас нить белая утра от нити черной ночи на рассвете, затем совершайте пост до ночи». Сура корова, аят 187. Согласно предосторожности, необходимо начать воздерживаться от аннулирующих пост действий немного раньше рассвета. То есть принятие пищи перед совершением поста нужно завершить немного раньше утреннего азана. Хотя бы за несколько минут. В этом случае человек будет уверен в том, что поститься он начал вовремя. Пост начинается с рассветом и продолжается до Магриба. Окончанием поста является Магриб. После Магриба дозволено пить, есть и совершать все другие действия. Большинство наших факихов считают, что Магриб наступает не сразу после захода солнца. Магриб наступает чуть позже. Магриб наступает после того, как исчезает краснота на восточной стороне неба. Краснота, которая появляется после захода солнца. На это указывают многочисленные хадисы. Например, комментируя отрывок аята «Затем совершайте пост до ночи», имам Саддых, алейхиссалям, сказал «До ночи», то есть «до исчезновения красноты после захода солнца». Скажу несколько слов о принятии пищи до рассвета и во время разговения после Магриба. Принятие пищи до рассвета называется сухур. Разговение после Магриба называется ифтар. Принятие пищи перед совершением поста не обязательно, то есть сухур сам по себе не обязателен. Пост будет правилен и без этого. Но лучше поесть до рассвета, так как это является очень желательным действием. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, сказал «В принятии пищи перед рассветом заключена благодать». Однажды у имама Садыка, алейхиссалям, спросили «Обязан ли постящийся принимать пищу до рассвета?» Имам ответил «Нет, если он не хочет, он может не принимать пищу, но все-таки будет лучше, если в месяце Рамадан он сделает это. Поэтому сухур желателен, в сухуре заключена благодать». После наступления Магриба желательно сначала выполнить вечерний намаз, а уже потом совершить ифтар. Не обязательно, а очень желательно. Имама Бакира, алейхиссалям, спросили «Почему желательно сначала выполнить намаз, а потом совершить ифтар?» На что имам Бакир ответил «Потому что после Магриба ты сталкиваешься с необходимостью совершения двух деяний – намаза и ифтара. Поэтому начни с лучшего из этих двух, а лучшее из этих двух – это намаз. Поэтому по возможности лучше сначала выполнить намаз, а потом ифтар. Желательно сделать так. Но если постящийся испытывает сильную жажду или голод, особенно в длинные летние дни, то он может сначала совершить ифтар и уже потом приступить к намазу.